приветствую вас дорогие друзья подключайтесь всех приветствую всех всех приветствую подключайтесь меня зовут екатерина кужель с вами сегодня буду я ближайшие 40 минут я сейчас немножко подробнее расскажу о себе буквально несколько секундочек ждем пока вы подключитесь тема сегодняшнего эфира психосоматика успешного и здорового человека так почему-то я не могу написать тему эфира такое иногда бывает но если кто-то поможет мне напишут тему эфира то я смогу ее закрепить как меня слышно как меня видно дорогие мои дайте обратную связь как меня слышно как видно дайте мне обратно все чтобы я понимала что вы меня вообще слышите и вы вообще меня видите отлично слышно и видно но супер психосоматика успешного и здорового человека тема нашего эфира большая просьба написать ее чтобы я могла закрепить супер все я прикрепила комментарии спасибо спасибо тем кто написал отлично друзья давайте сегодня устроим максимально полезный прямой эфир чтобы вы вынесли супер пользу напишите мне пожалуйста как вы понимаете слово психосоматика я очень люблю когда мои эфиры меняют ваши жизни меняют ваше здоровье влияют на ваш успех и качество жизни поэтому отвечайте на мои вопросы через ваши ответы я буду понимать как вы мыслите и что самое важное самое актуальное прямо сейчас я могу вам дать чтобы как-то улучшить вашу жизнь как считаете что такое психосоматика как вы это понимаете на самом деле психосоматикой сталкиваются не только успешные и здоровые люди с ней сталкиваются абсолютно все в любом возрасте и понимание психосоматики очень упрощает жизнь физическое заболевание на основе психологического состояния да по сути все правильно если говорить более общими мазками то психосоматика это связь нашей психики с телом и здесь речь идет не только о заболевании а вообще о всех событиях которые происходят с телом например вы порезали палец это тоже имеет связь с психикой то есть вы порезали палец не просто так или вы сломали ногу это тоже происходит не просто так потому что в психике психики психики что-то произошло и был дан сигнал в тело в результате этого сигнала вы повели себя определенным образом например где-то не включилась какая-то реакция в результате чего он ваше тело повело себя таким образом что вы не смогли дорогу перейти допустим и так далее то есть к чему я это говорю к тому чтобы вы поняли что все происходящее с вашим телом это все психосоматика это неплохо это не страшно это не является чем-то таким сверхъестественным это про то что наше тело и наша психика очень сильно взаимосвязаны они не существуют отдельно друг от друга и тело управляется высшим центром нашим биологическим мозгом и биологический мозг отправляет импульсы в тело и тело просто улавливает эти импульсы и выполняет команды не более того тело просто выполняет команды и любое заболевание это это программа мозга то есть мозг дает команду на какое-то заболевание и сегодня мы с вами поговорим про психосоматику здесь важно понять такую вещь что когда мы осознаем что все происходящее с нашим телом кстати все ли согласны с этими словами есть такие люди которые не согласны если не согласны то напишите в комментариях что не согласны не понимаете или думаете как-то по-другому будет круто если вы поделитесь своим мнением я очень очень люблю очень ценю когда вы максимально искренне и не нужно стесняться своего мнения если одно какое-то другое в общем дайте обратную связь любую какой бы она ни была здесь важно понимать что все происходящее с нашим телом она происходит для чего-то мозг так решает что нам необходимо например это болезнь но почему мозг так решает ну вот как так да давайте вот этот момент и мы с мы с вами и разберем смотрите у нас есть определенные вот если взять например как это было раньше какое-нибудь древнее общество там где люди жили это даже не общество было до какое-нибудь племя где люди жили люди жили в племенах может быть даже в пещерах каких-то жили они очень сильно были связаны с инстинктами я вам сейчас хочу рассказать немножко о природе психосоматике и как это было раньше как это сейчас у нас в социуме так вот раньше человек был очень сильно связан с инстинктами то есть например у него возник какой-то как возникла какая-то конфликтная ситуация и он в этой конфликтной ситуации не подавлял свои эмоции он себя защищал либо спасался бегством если на него какой-то дикий зверь нападал то есть он он слышал свои инстинкты и действовал согласно своим инстинктам и даже вот банальный пример когда например на него кто-то нападал на человека да то он просто защищался и все сейчас в нашем социуме очень много социальных рамок социальных устоев и принципов которые регулируют нашу жизнедеятельность нашего социума и сразу здесь отмечу что это неплохо и это нехорошо это просто некий факт и ну вот так оно есть у нас мы это не отрицаем мы это принимаем и сейчас например когда на нас кто-то нападает например вы приходите к начальнику и начальник начинает на вас кричать или начальник начинает вас обесценивать говорить что да ты ничего не умеешь и ты вообще такой тупой да вообще тебя зачем взял и прочее прочее да откуда у тебя руки растут ну я такую к совсем критичную ситуацию привожу вам в качестве примера чтобы это было ярко и когда сотруднику говорят такие слова то у него возникает тот самый инстинкт самозащиты ему хочется себя защитить в древних племенах самозащита могла быть такой что он мог напасть на противника который обесценивает его который нападает на его честь достоинства так далее он мог что-то ответить и так далее мог вызвать на какой-то бой сейчас этот сотрудник может повести себя иначе но социальные рамки возможно какие-то страхи привязанность к месту работы нежелание и страх ее потерять или какая-то зависимость например от денег может сконтролировать его поведение точнее он разрешает всем этим зависимостям и страхом сконтролировать свое поведение что он просто сожмет зубы или сожмет кулаки и просто скажут начальнику например ну да я вот я не знаю я не справился я вот такой никакой или просто промолчит отвернется уйдет и что будет с этим человеком а вот как раз таки тут включится та самая психосоматика то есть ему будет больно внутри неприятно что его унизили его обесценили и вообще возможно у него какое-то другое мнение есть на свой счет например он считает в данный момент времени что он выполнил все что мог по отчету который ему задали и его вины нету что кто-то какую-то функцию не выполнил и сейчас почему-то там его ругают то есть у него есть какое-то свое мнение но он свое мнение решил спрятать глубоко подальше и не говорить его начальнику потому что ему страшно потерять это место он уходит например идет с работы домой а на следующий день у него появляется что например появляется ангина и это будет психосоматикой как и любое другое заболевание но это просто пример который я вам привожу почему ангина может быть и не только ангина может быть у него пропадет например там голос такое тоже может быть могут быть самые разные заболевания это связано очень часто с чем если этот человек например хотел сказать много негативного в адрес оппонента то вполне вероятно что это будет гнойная ангина если в этот момент когда он будет на него будет кричать начальник а сотрудник будет смотреть на него и сотрудник будет о том думать о том что хоть бы ему не ответить хоть бы сдержаться хоть бы удержать себя и промолчать то может и голос пропасть на следующий день или что-то быть со связками то есть что именно произойдет с телом в этой ситуации нельзя точно сказать у конкретного человека это уже постфактум будет видно это зависит от того где в теле возникнет напряжение спазм и это возникнет от той мысли которую человек возьмет себе в этот момент в голову которую он будет прокручивать в момент конфликта вот с этим вот начальником и уже от этой мысли от вот этого спазма можно предположить где будет болезнь и собственно потом будет видно во что она выльется и очень часто как раз вот там где спазм там и появляется вот это вот болезнь и вот так он уходит домой уходит с ангиной он думает о том что надо вы надо лечиться от ангины он ее лечит медикаментозно например ну как знает так и лечит горло полощет и прочее 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 ну и например выздоравливает там за сколько за неделю за 10 дней за 14 дней если параллельно заметьте параллельно он будет раскручивать в голове ту ситуацию с начальником например он будет злиться например он будет ругаться на него внутри например он будет представлять как он мог бы ему ответить и вот он будет проживать этот негатив раскручивать в себе у него может даже подняться температура, у него может ухудшиться состояние, связанное с ангиной. Почему? Потому что он проживает этот конфликт, он его не может отпустить, и эта ангина будет как сигнал от биологического мозга в тело. Для чего? Для того, чтобы человек понял, что он должен понять, что я не защитил себя, я не проявил себя в той ситуации, и сейчас моё тело мне об этом сигналит. То есть, по сути, был подавлен некий инстинкт. Он был подавлен, и телу было в тот момент плохо. Самому человеку было плохо от его решения замолчать, не защитить себя. А так как человеку было плохо, то психика просто спускает этот конфликт в тело, чтобы человек понял, что ты себя не защитил, и теперь ты этот конфликт уже будешь проживать на уровне тела. И здесь есть два пути развития. Один путь развития — это когда человек продолжает лечить себя медикаментозно, продолжает делать какие-то такие манипуляции, что абсолютно нормально и необходимо в данной ситуации. А второй путь развития — это когда человек лечится медикаментозно, может быть, какие-то другие способы, которые приемлемы для этого человека, и параллельно работает на уровне психосоматики. Например, обращается к психосоматологу и говорит, знаете, вот у меня такая-то болезнь, я не понимаю, с чем это связано. И опытный психосоматолог буквально за считанные минуты может найти конфликт, который спровоцировал эту ситуацию, просто задавая правильные вопросы и просто выясняя, где расположены негативные эмоции человека, то есть просто выясняя, какие последние события были для человека острыми, эмоционально заряженными. Соответственно, что произойдет дальше, человек скажет об этой ситуации, когда на него накричал начальник, а он себе не защитил. И что будет дальше? Дальше психосоматолог поможет такому человеку разобрать этот конфликт. То есть терапевтируется, пройдет терапия и, соответственно, конфликт будет разобран. Как только конфликт будет разобран вот здесь, на уровне психики, то тело уже не будет нуждаться в болезни. Почему? Потому что человек поймет, как он может себя, как он может поступать в подобных условиях. В следующий раз он поймет, почему началась болезнь, что запустило механизм болезни. И в следующий раз он имеет возможность вести себя иначе. Уже будут приняты какие-то другие решения. И, соответственно, благодаря такому взаимодействию с психосоматологом, со специалистом, который разбирается в психосоматике, что произойдет. Произойдет более скоро, скорейшее выздоровление от ангины. Потому что психика уже перестала раскручивать те эмоции, которые ее задевали. Ту ситуацию конфликтную, которая была болезненной, неприятной. И, соответственно, уже в болезни нету выгоды, она уже бессмысленна. И человек легко может выздороветь. Точнее, не может, а он выздоровеет. Течение болезни будет более легким, и выздоровление будет скорейшим. Именно так работает психосоматика. Именно так это работает у моих клиентов, у клиентов моих коллег и так далее. Друзья, я сейчас вам рассказала наглядный пример. Дайте мне обратную связь, что вам понятно. Ваши лайки свидетельствуют, что вам нравится то, что я говорю. Но, тем не менее, напишите в комментариях, насколько ситуация понятна. Я взяла критическую ситуацию, но, тем не менее, это распространено сплошь и рядом. Вопрос, логичный вопрос от многих моих клиентов. Как же должен был поступить в этой ситуации этот сотрудник, чтобы у него не началась ангина? Верно? Вот что же ему надо было делать? Напасть на своего шефа, босса? Или что он должен был сделать? Или как будто он из какого-то племени взять оружие и драться? Так что ли? Нет, конечно, не так. Мы живем в социуме, у нас есть определенные... У меня рука затекла. У нас есть определенные рамки жизнедеятельности. И те рамки, которые созданы в социуме, они нас защищают в какой-то степени для того, чтобы мы коммуницировали адекватно, для того, чтобы не было нарушений закона и прочее, прочее. Некие нормы морали вводятся и так далее. Это все неплохо. Но здесь момент в следующем. Если вас кто-то обесценивает, а вы это терпите, то вы должны понимать, что вы в этот момент полностью обесцениваете себя. И таким образом, обесценивая себя, а вот как раз-таки конфликт самообесценивания, он один из самых серьезных, самых распространенных и самых сложных в психосоматике. От этого конфликта заболевания, целый список заболеваний, в том числе даже заболевания костей, суставов и прочее, прочее, то есть такие серьезные заболевания, это все от самообесценивания. Так вот, когда на него нападают, а он соглашается с этим обесцениванием, по сути, он принимает на себя конфликт самообесценивания. И в этот момент идет борьба у него, борьба о том, что он думал о себе вот так раньше, сейчас он согласился на это обесценивание себя, его самооценка падает, заметьте, его самооценка падает, потому что он только что согласился с тем, что говорит начальник. И, конечно же, его горло спазмируется, у него нарушается дыхание, у него меняется пульс, возможно, у него даже будет напряжение в каких-то частях тела, например, мужчины кулаки сжимают, да, то есть может быть очень много каких-то физических прям таких изменений в теле, у кого-то наливаются глаза кровью, у кого-то лицо меняется и прочее, прочее. То есть физика очень сильно выдает, показывает, точнее транслирует, что вот, наступил тот момент, когда себя надо защитить, ты должен себя защищать, свою честь, достоинство, своё мнение. Если мы это не делаем, а прячемся за страхи, за какие-то зависимости от чего-то и прочее, то мы себя сильно обесцениваем. Появляется конфликт в психике на тему этого обесценивания. И здесь логично, здесь правильно, чтобы этот сотрудник защитил себя, но защитил не как в племени, нападая с копьём, а защитил экологично, через речь. Потому что мы уже живём в каком обществе? Правильно, мы живём в цивилизованном обществе. А раз мы живём в цивилизованном обществе, мы владеем инструментом речи. Нам не обязательно брать в руки копьё. То есть в этой ситуации сотрудник просто говорит о том, что да, я вас услышал, я услышала ваше мнение, но у меня есть своё мнение, я хочу его выразить. И сотрудник говорит, что дело в том, что я выполнил свою работу так-то, так-то. Вот эти обязанности не являются моими обязанностями, потому-то, потому-то, потому-то. Или я не сделал эту обязанность или какой-то этот функционал, потому-то, потому-то. То есть человек имеет право себя защитить. И в целом нужно понимать, что никто не имеет права вас обесценивать, даже если вы являетесь чьим-то сотрудником, вы не являетесь его собственностью. И вот когда человек себя защищает, себя правильно ставит, он говорит, он о себе заявляет, он высказывает своё мнение, да, ситуация может развернуться по-разному, но адекватный, так скажем, начальник, адекватный начальник, он увидит, что перед ним адекватный сотрудник, который себя ценит, который себя не унижает и который не соглашается на обесценивание, и в глазах адекватного начальника этот сотрудник поднимется на новую ступеньку, да. Но мы, опять же, мы с вами стремимся к чему? Мы с вами стремимся быть, если уж мы находимся в рядах сотрудников, мы стремимся быть рядом с адекватным начальником. Неадекватные начальники нас не интересуют и из этого поля неадекватных начальников, конечно, стоит выходить. И, возможно, в этой ситуации вот этому сотруднику попадётся неадекватный начальник, который продолжит его как-то унижать, обесценивать. И здесь просто нужно принять решение этому сотруднику, основываясь на своих внутренние ощущения и чётко понимая, что если сейчас я промолчу, если сейчас я не защищу себя, то это повторится один, второй, третий, четвёртый раз, и потом я просто потеряю себя. Потеряю себя прежде всего в своих глазах. Ну, собственно, мы сейчас с вами разобрали вот конкретную реальную ситуацию, и такое действительно бывает у мужчин, такое бывает у женщин. А теперь я читаю ваши вопросы. Так, абсолютно совсем согласна. То есть всегда людям нужно выговариваться в подобных ситуациях. Говорить своё мнение нужно всегда. Речь идёт об экологичных вещах, то есть мы говорим экологично, из позиции «я ценность», «ты ценность». Даже если ты мой начальник, даже если у тебя крыши снос и понос слов, и обесцениваешь ты меня, ты ценность. Я до твоего уровня отпускаться не буду, я тебя унижать не буду, но я экологично, открыто, честно, абсолютно прозрачно говорю всё, что я думаю. Конечно, искренне. Один раз при ссоре с мужем не ответила ему, проглотила все слова и сразу же заболела горло. Потом ангина. С тех пор поверила в психосоматику, стала изучать. Круто, круто, правильно вы это делаете. И абсолютно все заболевания, они идут не просто так, точнее, происходят не просто так. То есть очень много заболеваний берутся именно из-за того, что мы не выговариваем что-либо. Ну и вообще, как в итоге... Это что-то по-женски, нужно смотреть... Про кисту, да, это по-женски, понятно, это нужно смотреть отношения с противоположным полом. Здесь... Смотрите, какой момент. Здесь был какой-то конфликт у вас в психике. Конфликт — это не обязательно... Кстати, вот я кашляю, это тоже психосоматика. Я знаю, почему я кашляю. Вот. Ну да ладно. Значит, смотрите, конфликт. Что такое конфликт? Конфликт — это не про то, что вы с кем-то поругались, и у вас что-то заболело. Не всегда про это. Конфликтом может быть даже какая-то фраза, которая для вас стала конфликтной. И эта фраза не обязательно в ваш адрес. Конфликт там... Ну, например, там фраза, когда, допустим, женщина, мама, взрослая мама, слышит, как её дочка общается с парнем, 17-летняя дочка. И дочка говорит о том, что она собирается пойти ночевать к парню. У мамы может начаться что? Цистит. Например, цистит. Почему? Потому что мама воспринимает свою дочку как свою территорию. Потому что дочке 17 лет, сепарация ещё не произошла, ну и возраст всего 17 лет. И мама не хочет свою территорию от себя отпускать. Парня она воспринимает как некого врага, ну, словно врага, не берите близко к сердцу это слово, она воспринимает как некого врага, который посягает на эту территорию. А раз на территорию посягают, мама пытается её защитить, и как только девочка кладёт трубку, мама ей говорит, ты не пойдёшь к парню. А девочка встаёт в позу и говорит, я хочу, я пойду, иначе я вообще сбегу из дома. Мама не находит слов для того, чтобы противостоять мнению ребёнка, и отпускает её, при этом начинает активно раскручивать конфликт внутри. Через день к вечеру у мамы начинается сильный цистит. И так как мама понимала, что цистит – это не просто так, мама обратилась ко мне, мы с ней тут же пообщались, и буквально за час разрешили её ситуацию. Уже к ночи цистит прошёл, ну, начал снижать, да, вот интенсивность, не такие болевые ощущения стали. И потом на следующий день мама нашла в себе какую-то энергию, ресурс для того, чтобы пообщаться с дочкой, ну, пообщаться уже по-другому. Она пообщалась, я ей рассказала о том, как можно коммуницировать, как нужно коммуницировать. Соответственно, она пообщалась по-другому, без давления, без прессинга, без какого-то подавления «Я мама, ты дочка». В итоге дочка услышала маму, мама услышала дочку, мама получила от дочки ту информацию, которую хотела, и психика мамы разблокировалась, и в цистите пропала потребность. В итоге цистит прошёл за пару дней. Но если бы мама не обратилась ко мне, она бы просто мучилась ещё долгое время, а, возможно, много-много лет. У меня есть несколько клиенток, которые приходили ко мне с циститом, с которым они мучились по 5-10 лет, постоянно. И это было для них большой проблемой, потому что это забирало огромное количество энергии у них, в принципе, жизненной энергии, и они не могли быть эффективными по жизни, не могли радоваться своей жизни. Поэтому у вас какой-то момент касательно, какой-то конфликт, не воспринимайте слово «конфликт» прям как конфликт, запустил вот этот вот момент, связанный с яичником, с кистой. И, соответственно, этот конфликт, его просто нужно найти, разблокировать психику, и просто потребность в этом пропадёт. Очень часто это связано как раз-таки либо с функцией деторождения, с какой-то мыслью о деторождении, либо связано с какими-то мыслями о мужчине, партнёре, может быть. Ну, если нет партнёра, это не значит, что… То есть мужчина тоже может психикой по-разному восприниматься, то есть конфликт может быть даже просто связан с мыслями о бывшем мужчине, например, или о будущем мужчине, такое тоже бывает. То есть наша психика, она настолько интересно работает, настолько у каждого человека это по-своему неповторимо, что порой я даже не всегда берусь говорить, что конкретно у человека, потому что не знаешь, какие у него мысли. Но общаясь с человеком 5, 10, 20 минут, начинаешь понимать, где скрыты его негативные эмоции, что его реально беспокоит, куда его реальная энергия утекает, где находятся его какие-то нездоровые моменты, какие-то зависимости, чувства вины, обиды, страхи, где находятся вот такие вот конфликтные моменты, которые человек не может внутри себя решить. И вот всё, что я перечислила, я как психосоматолог, я это нахожу, и там мы начинаем уже с этим работать. Там в этих негативных эмоциях, состояниях прячутся какие-то конфликты, которые человек сам от себя спрятал, и сам может даже не понимать, не осознавать. И мы это разбираем. Я терапевтирую эти все моменты, мы работаем с разными техниками. Я учу человека принимать новые решения, учу человека видеть по-разному ситуацию, учу человека гибкости и пониманию, какие мысли он сам запустил в свою голову, где он взял из пространства какие-то неэкологичные мысли, либо даже сам придумал, которые ему вредят, его организму вредят. Я помогаю человеку изменить эти мысли. И когда он их меняет, от чего-то отказывается ненужного, убирает какую-то выгоду, то тогда происходит что? Да, происходит как раз-таки исцеление. Так, а можно ли как-то защитить себя, не высказывая своё мнение? Давайте я у вас спрошу, вы как считаете, можно ли себя защитить, не высказывая мнение? Ну вот прям вот подумайте, можно ли так сделать или нет? Масочку я делаю опять. Можно ли себя защитить, не высказывая своё мнение? Вообще, если говорить честно, то здесь момент такой, что наша речь нам дана для чего? Правильно, для того, чтобы говорить. Вопрос, почему вы не хотите пользоваться своим речевым аппаратом? Если вы им не пользуетесь, мозг это может воспринять таким образом, что он вам не нужен, вы в нём больше не нуждаетесь. И может тоже прийти, какой-то момент может наступить, когда вы не сможете говорить и не сможете себя защищать через речь. Поэтому думайте правильно, думайте не так, что можно ли защитить себя без речи, а думайте о том, почему мне сложно защитить себя через речь, почему я не хочу использовать свой речевой аппарат для того, чтобы отстоять свои границы. Вот, по поводу полипа, да, я помню, вы спрашивали, это метить территорию. Это про то, что надо метить территорию, плюс надо конкретные конфликты искать. Я так не могу сказать, да, то есть, опять же, конфликт конкретный находится в вашей голове. То есть, вам выгодно иметь этот полип. Он вам необходим для чего-то. То есть, в каждой болезни есть некая тонкая выгода. Вот, тоже, ну, киста в носу, ну, это такое, знаете, уже какой-то такой серьёзный конфликт. Вообще, нос, этот орган ассоциируется с отцом, с мужской энергией. Это раз. Два. Нос, этот, это орган про то, что я нюхаю, либо что-то я не хочу нюхать. То есть, здесь такая медаль с двумя сторонами. Я либо хочу унюхать, либо не надо мне это нюхать, мне это не подходит. Вот, поэтому здесь надо какие-то искать конфликты. Возможно, это какой-то момент посягательства на что-то, на вашу территорию, например, либо какой-то конфликт отношенческий. Поэтому, да, здесь тоже надо найти программы в вашей голове, которые именно это запустили. Но, конечно, это серьёзно уже, да, если это уже киста, и с этим нужно как можно скорее разбираться. Вот, а вообще в психосоматике такой момент, что можно работать с больным или с клиентом, да, в том числе, ну, как бы человеку, у которого есть какая-то болезнь, он, по сути, тоже болен. Вот, с ним можно работать на любой стадии. То есть, даже если это онкобольной, и даже если он уже проходит химиотерапию. Например, я работала с женщиной, она, не помню, в общем, кто она по профессии, не суть. В общем, мы с ней работали, у неё уже была какая-то там стадия рака, мы с ней работали, меня попросили, в общем, попросили там поработать с ней. Мы поработали одну консультацию, очень с ней мощно, прям так качественно. И она, ну, понятно, да, что у онкологии, там огромное количество конфликтов у человека, и это уже такая стадия, человек себя просто довёл до этой стадии тем, что он раньше не занимался своим здоровьем, не занимался своей психикой. И даже за один час, поработав с ней, очень активно, мы распутали такой хороший клубочек конфликтов, далеко не всех, абсолютно не всех, но ей полегчало, ей прям конкретно полегчало, полегчало не в плане того, что ей не надо было ехать на химию, а полегчало с точки зрения эмоциональной. То есть ей стало понятнее внутри, почему вот это у неё произошло событие в жизни, почему вот это вот. И вот этот клубочек, он у неё подразмотался, ей легче стало дышать. Она после консультации, она говорит, ну, я теперь уже вот прям как-то получше еду на, ну, вот там, на эту терапию. Она говорит, мне уже лучше, я уже по-другому реагирую на события, на людей, себя воспринимаю по-другому. Вот, то есть, как бы можно психосоматику использовать при любом заболевании, и нужно, да, ну, не нужно дотягивать, вот честно вам скажу, друзья, учитесь не дотягивать, потому что потом просто требуется больше и дольше с вами работать. А лучше, когда человек приходит, когда у него что-то небольшое, и с ним работаешь, и он, слава Богу, уходит, здоровый и счастливый. А я, кстати, для всех, кто находится сейчас здесь, правда, у меня, ну, да, можно сказать, что для всех, я подготовила для вас медитации в подарок, мои медитации авторские, правда, не для женщин, но надеюсь, мужчины на меня не обидятся, медитации пока только для женщин, пишу, можете, нужно быть подписанными на этот аккаунт, Brainstorm, Brainstorm, да, правильно сказала, и на меня нужно быть подписанными, и написать мне в директ слово медитации, моя помощница отправит вам в подарок две медитации. Ну, и также я вас приглашаю на свою личную консультацию, для всех, кто в этом эфире, кто посмотрит этот эфир, я дарю вам большую скидку на свою консультацию. Консультация у меня стоит 8 тысяч рублей, а для вас со скидкой будет 5 тысяч рублей. Большинство человеческих заболеваний это от психосоматики. Все человеческие заболевания и всё, что происходит с нашим телом, это психосоматика. Это означает, что происходит что-то на уровне психики, и психика спускает это на тело. Почему она спускает это? Потому что не разрешается конфликт на уровне психики. Для того, чтобы конфликт не спускался в тело, для этого человек тут же должен осознать свои чувства, свои реакции, своё желание. Помните того сотрудника, который стоял перед кричащим на него начальником? Если бы сотрудник сразу осознал, что с ним происходит, и сразу же принял решение правильное, экологичное для себя, и защитил бы себя, то тогда потребность в ангине отпала бы. Но он себя не защитил. И организм отправил, точнее биологический мозг, отправил сигнал человеку. сигнал в виде болезни. Мозг ему говорит, послушай, друг, тебя топчут, а ты молчишь. Как так? Тебя топчут, тебя скоро не будет, тебя вообще скоро растопчут. Почему ты себя не уважаешь? Где твоя ценность? Если ты этого не понимаешь, держи болячку, может быть, через болячку у тебя там что-то прояснится, инсайт будет. Так что все болячки нашего тела, они даны нам для чего-то. Даны для чего-то, для того, чтобы мы что-то осознали, что-то поняли, что-то увидели. Поэтому мы не боимся этих болячек, а учимся осознавать причины и работать с ними. Понятно, что это сложно самому осознать, но для этого есть специалисты. Всё детство мучилось с носовым кровотечением. С чем это может быть связано? Сейчас бывает, но редко. В основном, когда насморк. Обычно это какой-то момент с отцом связанный. Недавно женщина была у ребёнка кровотечения. Оказалось, что ребёнок чувствует разделение с отцом и выяснилось, что отец очень редко приезжает к ребёнку. То есть здесь какой-то конфликт. Обычно это что-то связанное с отцом. Может быть, вы не были физически с ним разделены, но что-то вы воспринимали как разделение. Ну вот, здесь этот момент нужно выяснить. А то, что до сих пор бывает редко, ну, может быть, этот конфликт просто остался, но он сейчас не столь яркий, поскольку эти события, те события, они для вас уже незначимы. Ну вот как-то вот так. Ну что, друзья, я завершаю этот эфир. Если вам он понравился, я буду очень рада вашей обратной связи. Заходите ко мне в блог, подписывайтесь, забирайте свои подарки. Кстати, по ссылочке можете в моём блоге найти ещё чек-лист «Стоп страхом», если у кого-то есть какие-то страхи. Ну вот, был с папой момент. Ну вот, значит, был. Не соврала я вам. Вот, так что буду рада вас видеть в своём блоге. И там, кстати, последние у меня посты. Очень много постов про психосоматику. Найдёте, почитайте. Много у меня эфиров об этом. Надеюсь, было полезно. Всё, крепко вас целую, забирайте свои подарочки. Очень рада была с вами пообщаться. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»